приветствую зрители предлагаю прогуляться по улице арбат кому интересно поехали перед нами дом 1 2004 года постройки альфа арбат центр деловой бизнес напротив него здание бывшего ресторана прага здание конца 19 века перестраивался в 1954 году и все это время здесь находился ресторан прага закрылся ресторан в 2014 году 18 его приобрел новый владелец но теперь прокатимся по улице арбат и рассмотрим эти и другие стадии слева нас альфа арбат центр в построенной на месте двух домов 19 века один крайний седьмой был разбомблен в великую отечественную другой видимо снесли перед постройкой этого альфа арбат центра напротив него доходный дом 19 века это дом 4 строительство и не один вот такой вот длинный домик сейчас все вверх строят тогда в длину брали и вернемся альфа арбат центру он построен над станцией метро арбатская филевской линии метрополитена вот так он тут выглядит и за ним следующий дом бывший доходный дом конца 19 века дом 9 строение 1 сейчас здесь находится национальный культурный центр украины дом реконструирован в конце 90-х годов 20 века далее дом 11 бывший доходный дом акционерного общества московский частный ломбард в начале 30-х прошлого века надстроен на два этажа в начале двухтысячных перестроен с сохранением фасада напротив него дом 6 дробь 2 конец 19 века бывший доходный дом а напротив уже него дом 13 также бывший доходный дом перестраивался в 30-е годы прошлого века и в начале двухтысячных также реконструировался а вот общий вид улицы с предыдущим зданием следующий дом справа дом 10 многофункциональный комплекс midland plaza торгово-офисное здание современное строение год постройки неизвестен напротив доходный дом 1910 года постройки дом 15 дробь 43 ну и вновь дом 10 и вход в midland plaza деловой центр следующий дом будет 17 вот такой конец 19 века принадлежал одному из фанвизиных напротив него там 12 ранее 1 доходный дом орловых дом построен в конце 19 начале 20 века архитекторы владимиров и кондратенко советское время дом был выкрашен в один цвет и не был таким пестрым как теперь следующие два дома номер 19 и 21 19 вот этот 1994 год и середина вот они вместе середина 19 века вот этот вот жилой дом более об этом доме я вам поведать ничего не могу вот мы его проезжаем и напротив него еще одно строение информации по которому у меня нет следующий дом 23 строение 1 гостиница ечкина и бывший естественно построена данная гостиница в 1903 году сейчас мы ее сможем разглядеть с разных ракурсов кто разбирается в архитектуре или не разбирается дом построен в стиле модерн ну и вид на часть улиц которую мы уже осмотрели далее дом 25 дробь 36 этот дом известен как дом общества русских врачей 1870 год постройки в нем находилась аптека лечебница мясная лавка также школа рисования и живописи которую окончила вера мухина напротив за деревьями скрывается вот такое здание одноэтажное 19 века дом 16 ранее 3 далее справа доходный дом церкви николы явленного не сохранилась церковь и обычный жилой дом 1912 года и так дом 1831 доходный дом церкви построен в 1909 году реконструирован в 2004 напротив 1912 год бывший доходный дом номер 27 дробь 47 следующий дом 20 1930 год постройки дом кооператива красный уголок вот он такой ну и конечно же стиль конструктивизм напротив него бывший доходный дом и гостиница якова толстого 1906 год постройки с элементами стиля модерн по одной информации 900 год постройки по другой 906 квартир 15 лифт 1 в данный момент административное офисное здание ну что же далее справа кафе вот такое на месте одноэтажных строение 19 века слева дом 31 жилой дом 19 века перестраивался что-то там надстраивался и вот такой вид конечном итоге приобрел далее справа 24 дом 2015 год клубный дом torrandot резиденции ну и как уже заведено напротив него бывший доходный дом второй половины 19 века в котором проживал философ алексей федорович лосев а это фонтан принцесса турандот у клубного дома улица арбат дом 24 далее бывший доходный дом будет 1914 года постройки вот он в данный момент его арендует центральный дом актера напротив фонова государственный академический театр имени евгения вахтангова построен он в 1947 году дом 26 сейчас мы можете видеть памятник вахтангову установленный год назад в сентябре 2020 года далее справа дом 28 строение 1 это дом доходный некоего кварцова построен он в 1903 году так он выглядит в данное время в доме располагается международный медицинский центр из истории в нем располагался магазин медицинская пиявка позднее поликлиника возрасчетная напротив него в кривоарбатском переулке находится знаменитая стена цоя это стена гаражей второго западного окружного военного суда строение 19 века так стена выглядит летом 2021 года вновь выезжаем на улице арбат и можем видеть вновь здание международного медицинского центра вот так она выглядит вблизи подъезжаем к нему и на противоположной стороне сейчас будет главный усадебный дом некоего хованского восстановленный после пожара 812 года еще далее уже справа дом 30 дробь 3 пятиэтажный жилой дом 1904 года постройки далее справа мы уже видим здание это улица арбат дом 32 бывший доходный дом урусова конец 19 века в данный момент здание не жилое мы можем видеть предыдущее здание это что рассматривали сейчас вместе напротив них находится построенный в 2014 году в клубный дом арбат 39 на месте снесенных здесь двух домов 19 века и слегка напоминают те самые дома ссылку на фотографии снесенных здесь домов я оставлю в описании кому интересно посмотрите далее справа будут дома 34 36 вот 36 сейчас слева 34 это доходный дом конца 19 века сейчас мы проезжаем главный усадебный дом городской усадьбы 19 века начале 20 века в нем находилась издательство посредник основателем одним из основателей которого являлся лев николаевич толстой теперь обратим свой взор налево здесь находится дом 1936 года постройки это улица арбат дом 43 это шестиэтажный дом в котором провел свое детство улата куджава в одной из коммунальных квартир за ним находится дом 45 дробь 24 который мы сейчас видим он также шестиэтажный построен в 1936 году в нем проживал полярник иван дмитриевич папанин следующий дом справа номер 38 дробь 1 дом в основе которого строение 1814 года надстроенный в 1901 году по информации из вики маппи в этом доме в начале 20 века проживал прозаик борис константинович зайцев дом так и называется дом зайцева сразу за ним следующий дом это дом номер 40 строение 19 века и даже можно сказать начало 19 века неоднократно перестраивался последний раз перестраивался в начале 20 века напротив этого дома между домами 45 и 47 находится памятник булату а куджаве вот так он выглядит установлен в 2002 году напротив дома 47 находится вот этот вот особняк который перестраивался весь 19 век а в 1980-х годах был полностью разобран и вновь сложен с реконструкцией вот такой в нем находился советское время грузинский культурный центр мзиури перед нами 49 и 51 дома но сейчас заедем вот во двор этой усадьбы которая перестраивалась весь 19 век фундамент этой усадьбы сохранился после пожара 1812 года остальное перестраивалась как я уже сказал последний раз 1909 году вот так выглядит тот двор не только этой усадьбы но и других домов которые здесь находятся вот так выглядят дворы арбата а вот уже и сама усадьба последняя перестройка 1909 год так что не такое уж старое здание выезжаем напротив дома 51 и разворачиваешься чтобы рассмотреть этот дом в этом доме в начале восемьсот тридцатых годов бывал александр сергеевич пушкин теперь пятьдесят первый дом построен в 1912 году с девятнадцатого года здесь проживал писатель анатолий рыбаков мы еще раз можем взглянуть на этот дом с другого ракурса далее мы увидим памятник александру сергеевичу пушкину и наталье гончаровой он находится перед зданием одно из первых атс арбатского телефонного зла здание 1928 года конструктивизм а вот и памятник установленный в 1999 году памятник здесь находится неспроста именно напротив него находится мемориальная квартира александра сергеевича пушкина этот дом является одним из старейших домов на арбате он был установлен после пожара восемьсот двенадцатого года и надстроен одним этажом дом 55 угловой гостиница и доходный дом хромовой конец 19 века в основе дома находится городская усадьба восемнадцатого века далее мы видим здание министерства иностранных дел налево уходит денежный переулок направо тараиленский переулок перед нами здание улица арбат 52 желтенький справа но это мид здесь открылся 3 москве макдональдс желтеньком здании справа сразу за ним дом с гастрономом смоленский построенный в 1928 году до 1936 года в нем находился торгсин торговля с иностранцами ну а потом гастроном смоленский или гастроном номер два наряду с такими как елисеевский работал до 23 часов дом построен в стиле конструктивизм как я уже говорил в 1928 году вот так он выглядит с противоположной стороны на этом улице арбат кончилось я с вами прощаюсь всего доброго пока но а и 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 ... и а и и и и и